так всем привет я вернулся вот вот Продолжение следует... 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 Возможно, мы ПВП Сейчас еще увидим Я не знаю, честно признаться Ну, в арте Тим Лигу мы посмотрим Сегодня получается еще А что тут говорить Может быть, даже Гоу Фойска Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так... Еще не играли, но отлично Значит, сейчас будет ПВП У нас полная Потом финал Соответственно И финал точно не будет зеркальным Он будет ПВТ, короче говоря Инновейшн против победителя Так, спасибо, вы на этом уже не ждали Я 260 рублей на таксо потратил Туда-обратно ездил, между прочим Если за сегодняшний стрим я отобью Все, никуда спешить больше не буду Ладно, шучу На самом деле я спешил Хотел успеть, короче Что-нибудь постримить В общем, для вас Ну, на таксо так и так бы Я потратил, потому что туда ехать надо далеко Ну, это районный, в общем-то Районный отдел Районный отдел Короче, ждем Продолжение следует... 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 Ну что, хера фаворит С классическим коэффициентом, ребят На кип-бойтике есть, всё Вот, я, пожалуй Ну не знаю Я считаю, верю, что хера крут Очень в последнее время Запилю на хера, пожалуй, ребята Вот, кому это интересно, можете напиливать Поехали на кип-бойтике Поехали на кип-бойтике Поехали на кип-бойтике Так, что-то не начинает пока Ну сейчас начну Поехали на кип-бойтике Поехали на кип-бойтике Поехали на кип-бойтике Привет, KTK, здорово всем, братва Короче, начинается, наконец, игра Я только ворвался Поэтому пишут иногда, в общем-то Ну В общем-то Поехали на кип-бойтике Ну что, опять классик хера Оппонент инновична определится Ну, классик бывший тиммейн получается инновична Поэтому я все-таки за хера Принципиальная дуэль у них была вчера Как вы помните Победил классик в финале Лайфен Капа Но там немножечко другая все-таки система Там у нас получается в лайфенкапе Сетка лузеров есть И у победителя верхней сетки есть преимущество Ему нужно выиграть одно Бо-3 Но выиграл хера, который шел по нижней сетке И был инновейшеном именно туда и выбит Вот Первый Бо-3-2-0 Но второй Бо-3 одолел инновейшен хера 2-1 Несмотря на то, что как бы получается По картам 3-2 хера Больше карт делал в инновейшеном финале Но благодаря системе этой выиграл все-таки инновейшен Вот Здесь же если хера победит Будет шанс у него реванш взять АП можете глянуть Перворожденные выстоят Ну что, ребят, всё, давайте смотреть Адепты классика идут вперёд Хира его встречает сейчас Кстати, Хира больше ударов нанёс классику, получается Адепты мне не стал врываться Так, что-то поперестреливали, столько поля фактически друг к другу сняли Один адепт Хира пытался на мейт зайти Здесь интересное здание, Даркшайн пошёл у классика Зарешает ли этот Даркшайн? Это вопрос пока открытый Не стал Хира врываться здесь Здесь Хира уходит, еле-еле, правда, он уходит Адепты телепортируются Будет ли классик врываться на мейн? Возможно, да Возможно, да, но у Хира нет роба, как бы Это очень-очень важный момент сейчас То, что нет роба Блин, а вот адепты умудрились через сталкеров протиснуться Хорошо варпанул сталкера, не дал пройти гадам за минеральную линию Но боюсь, что у Хира всё очень плохо, потому что через 10 секунд будет готова Даркшайн И пойдут Дарки уже к Хира со второй базы на мейн И он напишет ГГ, почему? Потому что у него нет роба вообще Так, какие части покупать Старика, чтобы можно было играть мультиплайер всеми расами? Ну, вообще, ограничений нет по расам, как бы Последнюю часть только нужно купить, чтобы играть в лотф Как бы, в неё активнее всего ГГ, ребята, это очевидная ГГ В неё активнее всего играют, как бы, сейчас Конечно, в Волл и Ходс тоже играют Там, но очень мало народа Сейчас уже смысла в этом нету Так что, если нужна последняя часть, то последнюю покупать Предыдущие две не нужны А вот, чтобы играть в Ходс, например, нужен Волл и Ходс Ну, это уже, как бы, если надо, то бери Если не надо, то не бери Волл и Ходс Так, ну что, классика 1-0 Ну, это только одна карта, ребятки А карта-то там у нас минимум 3 будет Поэтому, ну, чё говорить Всё нормально, я думаю Так, psychologists Дом Ну все стандартно, два гейта кибернетка у эфира, здесь тоже два гейта кибернетка, причем здесь кстати застройка классика интересная получается, то есть у него здесь стенка есть, здесь хз ничего нет конечно, но можно поставить ну эфира приехал кстати разведал, а что классика у нас, классика тоже разведал и оба через адепт, что самое интересное начинает, причем эфира через четырех адептов, потом старт гейт пошел не самый ранний и только потом эфира выходит, а для чего он вообще сюда идет я не понимаю, здесь пилончик можно запилить ему даже, а или он прям нексус уже хочется стоять, старгид делает классик тоже лейтовый, но после двух адептов и двух сталкеров получается он это все делает, так здесь адепты встретились, но, так, хира без мазеркора, а нет, хира с мазеркором действует сейчас, адепт заходит в минеральную линию, раз, пробка, минус, два, минус, три, минус, выходит из рейнджа аверчажа хира, здесь уверчажа надо ставить, сейчас к кому-то быстрее хира выставляет, уверчаж одного сталкера забирает, но адепта шесть пробок уже забрали, а сам всего-то три потерял, между прочим старгейт хира увидел классика, да, конечно увидел еще два адепта от классика вперед идут, но такое, как по мне, начало-то в пользу хира вообще, хотя пробок блин, хира не заметил старгейт, что ли, я не понимаю, тут же оракул строится, что ж ты делаешь-то, хира блин, провал какой-то опять адепты зашли, и адепты в этот раз наваливают просто по дичи, я вам честно скажу, ребята 7 пробок минус оракул на второй базе, фениксы висят, вообще нихрена не делают оракул подврил пробку и сразу же сваливает классик фениксами среагировал, да поздно, 25-14, парабам я думаю, в этой игре все очевидно абсолютно сейчас в пользу хира, оракулам нужно как, ну, на мейн нужно улетать фениксами можно будет сейчас бить мазеркор просто, и я думаю, хира собьет его просто-напросто сейчас верчаж выставит ну, успел телепортнуться, классик, правильно, верчаж выставил, пробку мог бы потерять на самом деле хира, и твайлайт пошел, я не знаю, что классику делать здесь, ну, с таким билдом феникса, а адепты, я думаю, ему делать нечего вообще, в принципе, почему, потому что слишком провальная ситуация милан подчеркивание рус поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает, почему не работает премиум говори быстро инструкцию по запуску ты борзый ты какой-то, спасибо за поддержку почему не работает премиум ты его покупаешь, активируешь ключ, который тебе на мыло приходит и он работает у тебя, гг пишет, классик 1.1 спасибо за поддержку всем, пацаны поддержка нужна по-настоящему по-настоящему ты 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 Продолжение следует... 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 это вообще делает хиро тресник блин не готов готов у хиро есть фаржа может быть с фаржой что-то получится сделать так даже с машей должны чуть позже прийти мне нужно будет отвлечься немножечко но это будет позже куда двумя тут я не понимаю чё так спешить ты взял двумя пальнул стрельни то одним не спеши ну кстати учитывая great hero у него больше рабочих у него еще все шансы и здесь на успех в этой игре оракул чудом выживает здесь блин конечно не успеет к дешнуться пошли новые дестабилизатора там уже архоны поперли у классика почему хиро не стал добивать я и вообще без понятия так летит призма вперед адептами пытается классика разбирайтесь ира нужно подойти сюда как можно ближе все и не ушел классик и адепт еще в призму посадил вот а нет вот они куда пришли адепт и но тут медленный варп залп дестабилизатор может делать 8 пробок опять выбивает задолбал классик уже пробок выбивать наверно хира подумал глефа у него есть у классика да глефа есть это все что вообще у него есть получается надо архончиков хира сливать газ он добывает пробок восстановит сейчас как бы и дестабилизатора есть вроде как более-менее неплохо но тут фениксов более чем достаточно все поднять очень жесткий выход от классика идет ну и боюсь что чаш то не особо там что-то контрит я вам скажу а хиро еще решил фидбэчнуть все здесь вот это интересный конечно момент очень я вам честно скажу фидбэк по фениксам залетает архоны сливаются и стабилизатор залп делают по адептам неплохо зашло но там адепты на хг зашли значительное количество как бы архону хира пытался снизу посражаться чуть не особо получилось есть залпу дестабилизатор чё хира не стреляет то ё-моё покуснул классик его в итоге давит дальше нет 21 классик все-таки это 21 классик если чудо какие-то залпы дестабилизатора получилось бы но даже всеми и не стрельнул то ну смог бы один патрон сейчас перевернуть замес думаю что нет очевидно да как бы слишком много там классика было и и и и есть и джесс нихрена там на придумал таких джесс Дагум активировал премиум на ваш канал. Так кто-то там что-то активируют ребят не знаю из конкурса это или нет сейчас через секунду приду Так ребят все я здесь Субтитры делал DimaTorzok Понял джесс вообще прикольно вот ты вообще очень круто придумал тебе респект Годи у тебя према есть а у тебя есть могу тебе за это бонуснуть штучки 35 можешь себе активировать чтобы потом не париться например Ну если надо конечно Ну и пиши как кончится тебе вышлю новых как бы из тени в лом придумывать там буду благодарен да и людям весело Ну ты можешь сам проверить активировался он или нет загадки загадки это или нет Так вот там зеркфри за уху пополняет смотри так а че мазеркор то у кира здесь висит и ничего не делает я вообще не хуй его вообще Здесь мазеркор пытается классика че то сделать Куда ты хиро летишь Все провал всей операции Миссион провален Причем классик делает ой классик делает блинк у хиро вообще все плохо Он робот заказывает правильно Чем следователи ездил до заявления писал тут какие-то милка Мелкий в час В пятики че то тут хрень пишет всякую Чтобы разобрались в отделка Вот Пределенный код как дела Пришел в сознание уже немножечко разговаривает вроде как даже Значит слава богу все уже нормально я так думаю будет Вот Чертей поймали трех вроде но что то там один из свидетелей на машине который рядом проезжал Вроде как говорит что четыре там было туловища Ну будут разбираться наверное Так джес ну надо наверное дублировать короче эти вот эти твои загадки короче чтобы Считай люди У людей получалось что делать Ой как зашли больно Сталкер раз блин ком Пошел врыв второй оверчаж Филды есть Филд надо на рампу ставить На рампу филд давай бомби братан Хиро как оверчажами хиро отковырялся здесь Это просто дичь какая то Нужен довар все сталкера Без гварда вообще не отбиться здесь не вариант будет отбиваться Надо контролить как может Гвардиан с шилдцентря подставляется Хиро сейчас Все дэмэдженое у классика Он черчонок контролит как хорошо Сталкер восстанавливается у хиро Заходит классик Минусует похоже на то что у хиро все очень печально в этой игре ребят Ему просто нечем как бы отбиваться Мазеркор через пару секунд будет готов Надо верчаж выставлять Вставляет хиро верчаж Уходит классик отсюда Вышел первый иммортал Второго надо делать срочно Хиро отгоняется имморталом Классика вон отсюда Ну кстати одного иммортала мало может быть Нужно сталкеров еще варпить успевать хиро сейчас Пошел довар в делку Двухадеп тут довар пошел Попытка забрать сталкеров не уничала с успехом Как проверить Да ты ключ который зашифровал туда получается Ну просто его А кстати Ну да ты а не проверишь А лучше не спешить Ну ты просто его активируешь тогда Если б он был активирован Тебе написали как бы что он активирован получается А так я не знаю как проверить Даже может кто подскажет Если активированный ключ проверить можно ли ребят ЯХЗ Скорее всего нет Так Что то какая то дичь происходит здесь ребята Иммортал разбирать пытается Классик 8 пробок уже минус Даркшайн здесь есть Ну а что толку так Этого Даркшайна Тем более который уже видит классик Просто очень долгое время Адепты минус Здесь фотоночка на мэне есть у хиро Если он втащит эту игру Чудо будет какое то Так адептов товар пойдет Хиро отменил Аршань Да решил что нафиг он мне нужен И правильно Здесь надо адептами не на вторую А на мэйн именно врываться На второй все заблочено наглупо Так Насчет осложнений Надеюсь что да Не будет там никаких осложнений особо Но вообще как бы это серьезно Я так думаю что Тяжеловато будет Чтоб вообще без последствий Просто он в футбол любил играть Как бы вообще во все эти дела Не знаю как с этим будет Будем надеяться что да Что будет хорошо Блин хиро умудряется ребят Перевернуть эту игру Просто Увидели что происходило сейчас Недавно буквально Казалось все Уже шансов 0 Для хиро вообще что-либо сделать Он умудряется вообще Перевернуть Так Опять адепты пришли Ну тут минус два адепта Просто сразу же Четвертый И все равно у классика все хорошо Здесь получается То есть у него Нексус третий ставится Хиро делает Блинг Хиро делает Эти Дестабилизаторов Классика Глефы уже пошли Хиро надо Глефа запиливать Еще будет после блинга Да есть два иммортала Хараса Ёма Что происходит Сталкер минус Какая жесткий Хараса Идет сейчас От классика Он просто понял Что у хиро нечем Убиваться особо На самом деле Здесь У него мало блинг Сталкеров Это реально печаль Пум Так Уверчат еще попер один Попытка от фокуси Сталкеров идет Как же больно Сталкерам от имморталов Тут Просто Печаль Самое простое Как можно такие темы Отбивать имморталы Харасы Это просто Сбивать призму Успевать Как бы Так Клинг через пару секунд Будет готов У хиро преимущество В грейде есть Как бы Возможно Это сейчас сможет Подрешать Заходят адепты Прямо на мейн Или на вторую На вторую базу Так Одного Дестабилизатора Отманил Тут хира Пытается уйти Адептам Уходит Пробочку Ладно Мог бы минуснуть Если б хира Контролил бы Вообще Но он не контролил Ничего Дестабилизатор Самого три штуки Учитывая что Дестабилизатора Есть Можно биться Но тяжело Ну халяву Призмухи разбивают Это хорошо Здесь классик Камни у нас Завалил Получается Хира Немножечко Сныкался Так Здесь Адепт ходит Адепт поймал 103 Что-то много Прям сталкеров У классика Там в этом выходе Идет сейчас И дестабилизаторов Много Очень тяжело Будет драться Очень тяжело Хиро будет драться Сейчас Еще И Глев Ихиро не заказал При этом Что самое интересное Буду уйти Адептами Ихиро сейчас Он не ушел вовремя Так На халяву Дестабилизатора Забрал Классик Хиро сейчас Ну Хиро 4 Осталось 106 153 Чуть по лимиту Вообще катастрофу Просто катастрофа какая-то По лимиту Ребята Хиро Молоко Стреляет Дестабилизатором Вообще мимо Стреляет Остается тут Пару штук Нужен варп новый Мазерпор Погиб Пора драться Или не пора Хиро будет еще Дестабилизатор Строить Ну за счет Плюс 2 Мог бы Хиро Вытащить Мне кажется перевернуть Плюс 2 У него тоже непонятно Когда там доделается Секунд через 20 Еще 30 только На халяву Обсервера Хиро сбивает И кого-то дропает Опять Какого-то Баркода Как и вчера Блин Ух 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 Так, секундочку, ребят. Так, жесткий замес попер, ребята. За счет плюс два кира умудряется тащить, по-моему, этот замес, что самое интересное. Но сможет ли затащить он всю игру? Пока непонятно, дестабилизатор, залп, три сталкера, минус хира, что творишь? Здесь четыре адепта приходят, но хира с ними разбирается вроде как. Нужно дестабилизатора забрать по-любому, если хира его не заберет, все плохо у него будет. С подуверчажей нужно сваливать. Уверчаж забревает хира, там еще один уверчаж будет сбоку сейчас. Отступает назад, 65, 87 по лимиту. Надо все вперед вести сейчас хира, иначе печаль. 35, 51, парабам, это катастрофа вообще. Адепты пытаются зайти на вторую, заходят еще раз. Ну, в общем-то, хира не получится. Казалось бы, да, сейчас сбреет вообще. Все, пора брать все в атаку. Хира дестабилизаторов сам прожестроить. У него 17 сталкеров сейчас в миксе. У классика 0 грайдов сейчас. Вот в чем прикол у хира. Плюс 2 есть, и он сейчас выдвигается всеми сталкерами вперед. 37, 46 по лимиту. Это значит, что можно и нужно хира сейчас давить будет. Демеджного сталкера сейчас подставляет хира. Не понимаешь, зачем он так неаккуратно дерется? Вот это хз вообще. Так, кд-блинк прошел. Какие сталкеров под... Есть дестабилизаторы, которые не блинкаются. Хира может просто его взять фокуснуть, он сталкеров стреляет. Ну, что за бред вообще, не понимаю. 109, 79. Пробок восстанавливает. Дестабилизаторов восстанавливать пытается хира. Так, здесь залп по своим попадает дестабилизаторам хира в итоге. По своим пробкам вообще дестабилизаторам хира попадает. Классика опять харась. 9 пробок опять забирает. Сколько можно уже. И выход пошел от классика сейчас. Второй дестабилизатор у хира уже доделывается. Привет всем, аэро GTT. Привет. Отступил хира. Здесь у классика еще дестабилизатор. Смотрите, ходит рядом. Он пытается подловить хира. Ой-ой-ой, как больно может быть хира отступил. Четко только одного сталкера отдал. В правильном направлении уходил. Я бы сказал сейчас. Самое прикольное, что классик даже не пытается там плюс один сделать какой-нибудь грейд. Хира с двумя дестабилизаторами вперед идет. Надо ли ему так лезть сейчас? У меня вот вопрос возникает. Резонный вообще. Отогнал залпом дестабилизатора. Сбил призму. Убил дестабилизатора. Это хорошо. То есть до варки у классика не будет. У хира здесь пилон появляется сверху. То есть можно на пилон варпить. Ну и получается 50 пробок. Классику преимущества особого не дают. Почему? Потому что у него нету... Так, актерер минус раз. Минус два. Отлично. Почему не дает преимущества особого? Потому что бас-то добывается столько же фактически. Сам хира четвертый нексус ставит. Пробок-то она восстанавливать как можно больше. Так, у классика нет обсервера. И теперь хира будет доминировать здесь по вижену получается. Под блинк минус сталкер. Хорошая работа. Довар по пять адептов идет сбоку. И хира выдвигается с дестабилизаторами еще вперед. Вот этот адептов урыв хира может не пережить. Потому что они сейчас слишком много на убивают рабочих. Я вам честно скажу. А пробить хира точно не получится. Классика. Вот адепт сейчас врывается на третью. Где мазеркор? Где что происходит? Там вообще не пойму как пробки падают. Сейчас просто... Как они падают пробки эти? Ё-моё. Адепт на вторую зашли. Здесь потомка была. Но хира пытается, конечно, уйти. Но уйдет он или нет. Тут Даркшайн. Кстати, Даркс Дарки смогут попытаться что-то сделать. Адепты против. Без глеевов адепты у хира. О, это вообще провал. Потому что без глеевов адепты это совсем катастрофа. Я не знаю. Ну, 160 на 171-109. По боевому, конечно, прям суперплоимущества нету. Привет, Бинго. Да, знаю. Стричка неплохая вроде как. Модная, молодежная, популярная. Так, опять адепты. Хира все не может пилон найти. Ну, найди ты его пилон-то, наконец, обследуй ты здесь, где что происходит. Вон там, посмотрите, на халяву наварпал. Просто чеп уж этот наглый. Классик обнаглевший. Наварпал адептов миллион вообще. Так, адепт пытается зайти. Залп от. Баба, хорошо. Везде встреча состоялась напряженная, как говорится. Диспактивировал премиум на ваш канал. Контр залп пошел. Кто-то там то ли загадку разгадал, то ли что премиум активировал. Классик пытается продавить. Никак не продавить. Три контр варп дарка. Ой, дарки сейчас перевернуть могут просто. 150 на 114 по лимиту. И Хиро держится при этом очень даже неплохо, я вам скажу. Зал дестабилизатора попер. Три дарка заходит. Надо пробок сразу рубать, начинать просто. Опять адепты начинают шатать. Как они достали уже эти адепты? Нету Хиро минусует классику. У классика нету апса. Чего пробок-то не стал резать, я не понимаю. О, добегался Хиро, добегался голубчик. Получил залп, штук 80 лукеров убили ему. Не надо было так действовать. Хиро неаккуратно. Дарки уходят сразу же. Сейчас я не знаю, нахрена Хиро так лезет, просто сломя голову туда, ломится куда-то. Ну ты убиваешь дарками, ну нахрен ты там отдаешься одновременно еще. Уверчаж на пилон, минус пилон. Нужно отступить. Минус как-то там пробка или апсервер, не понял я даже что. Так, халявный дестабилизатор у Хиро здесь. Ну конечно так, дестабилизаторов. Давай расставим просто на халяву. Проходит классик мимо. Ничего не нашел. Залп со стороны дестабилизатора Хиро минус, ну классику там юнита какого-то. Видит Хиро где-где двигается классик. Нужно отступать назад, домой нужно отступать как можно быстрее. А, классик успевает, а от Хиро нет. Ну что за бред вообще? Перестреливает классик просто жестко. Так, три дарка, все еще там движухи. Они сейчас будут драться с курочей. Отходит Хиро назад. Классик как не делает, у Грайдов так и не делает. У Хиро ресурсов-то много. Я думаю, что он не варпит-то ничего. Сейчас пошел варп. Залп по дестабилизатору. Дестабилизатор минус, ну ладно. Адептами не собирается классик врываться. У Хиро Ексус добывается, у классика нет четвертой, между прочим, в данный момент. Под блинк минус Эммортал. Хорошо, короче, блинкается агрессивно Хиро. Если залп дестабилизатора идет, он уступает назад. А если же классик блинканется вперед, он выводит. На всякий случай одного слоя дестабилизатора, который будет наказывать за вот эти агрессивные блинки. Просто не пвп, а какой-то космос происходит, реально. Я не знаю, когда Хиро Глефы сделают адептами, но это же провал. Просто адепты без Глефа дерутся. Что за бред вообще? Так, один адепт телепортнулся, уничтожен. Сразу был, здесь Хиро что-то в центре подрался, развалился, отступает. Дестабилизатора есть? Да, дестабилизатор есть. Плюс три уже заказал вообще Хиро. Не, ну плюс три на нуле и драться, это вообще катастрофа, конечно. Да, залп попер. Мимо, молоко. Ресурсов много у Хиро. Глефы сделай просто. Дострой адептов немножечко и все. Хорошо, Хиро, дестабилизатора иммортла сейчас сбрил. Так, а где дарки-то уже? Отдались дарки? Да, три дарка погибли, я даже не заметил, как это произошло. Ну, нахвалил я Хиро. Хиро сливает всех дестабилизаторов просто на муве. Бой, конечно, принимает он неплохо. И как же классик криво дерется, Аркона вообще не в замесе. Залп пошел. Три дестабилизатора минус. Адепт пришли, еще дестабилизатор стреляет. Еще сталкер 4 минус, агрессивный блин. Как Хиро вытащил эту игру? Просто объясните мне. Ну, это уровень игры. Как он вытащил ее? Я вообще не понимаю. Это дичь, по-моему. Так. 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 так нам все переименовать Идите в баню Идите в баню Идите в баню Идите в баню Продолжение следует... 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 Третью пробку Хиро здесь потерял, судя по всему. И гейт пошёл. ИТ-3 гейт пуш плюс аракул со стороны классика. Так, аракул прилетел, две пробочки спалил сейчас. Хиро висит, два сталкера пилон сейчас убьют. Неужели не выставить уверчаж? Пораньше было. Уверчаж выставил, а то у... Так, здесь маст сталкера, а, зелки здесь ещё. Так, пришёл, короче, классик сюда и начинает Нексус выпиливать. Здесь пробка Хиро приезжает, он заезжает на ХГ. Сейчас будет всё разведывать. На аракулы залетели, ревелэйшн попёр. Всё, надо два сталкера оставить, идти отбить Нексус надо. Ни хрена нету вообще у классика. Этого наглеца, блин, оборзевшего. Приходит, и Нексус собирается выпилить просто в наглую. Там три аракулы уже спустился, Хиро вниз. Да надо забирать юнитов всех за то, что Нексус он убил. Почему сталкеров Хиро не фокусит? Я просто непонятия не имею. Это самые ДПСеры здесь, кто может дэмэш нанести. Хиро их не фокусит. Блинк через 2 секунды будет готов. Блинк готов. Хиро блинкается вперёд. Да нахрен дально ему бить следующим блинком, убьёшь обоих. Так, убивает Хиро. Не, ни хрена он не убивает. Аракулы три штуки прилетают, начинают просто выжигать рабочих. Просто в хлам вообще. Хиро идёт вперёд. Здесь есть пилон, кстати, у Хиро, между прочим. На который он может просто сейчас... Так, филд пошёл неплохой. Агрессивный врыв. Существует Хиро на ХГ уже идёт. Верчаж выставлен. Там два сталкера на лоу-граунде. Варпиться нужно их прикрывать блинком. Но вниз надо блинкаться. Зилок режет на халяву. Что ж ты делаешь-то, Хиро? Всё, зилка отогнал. Там один иммортал. Здесь сталкеры на лоу-граунд ушли. 50 энергии у Мазеркура. Не дадут они пробить в лоб, потому что иммортал отобьёт. 2-4-17. Парабам. Чё, один уверчёшь. Всё, Аракул. Минус, куда ты блинкаешься? Торма Мэнс. Мэнс тормозила, блин. Взял, Аракулу упустил. Чудом достал. Чудом достал Аракулу. Это называется шаловливые быстрые руки Хиро, блин. Так, сталкера отжал. У нас энтрю варпать ещё, если хочет Хиро здесь. Блощадь до Талова, что называется. Оппонент своего. Нужно ещё варп делать с зилков. Или чё-то нужно варпить. Короче, что-то нужно варпить. Сейчас Хиро... Так, обнаруживается гейт. Кто тут не хочет попить и помогать? Будешь ручкой машать, Машуль? На коленке. Будешь садиться ко мне? Иди, помахай ручкой. Это что там? Компот там я пил. Иди, помахай ручкой. Какой компот? Иди ко мне, я поцелую тебя. Фу, я так замаживаю. Да? Ну давай греться будем сидеть. Махай ручкой. Так, там Чарлик с бабушкой пришёл. Будешь встречать? Давай. Тут Чарлика дублёр нашёл. Ну что, не эксус ухеров, а раньше. Разумишка активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Разумишка. Спасибо всем. Добивает Хиро гейты. Непонятно, будет классика выход делать, не будет. Рабочих у классика больше, как бы. Всего вроде больше. Сталкер по чуть-чуть гейт добивает. Сейчас через пару секунд гейт этот будет уничтожен. Классик будет заходить, видимо. Да, он резко хочет на Ксилнагу ворваться. Хиро видит. Классик, надо сталкера забрать, да, и уйти просто. Ну или даже продемоджить и уйти, я не знаю. Аккуратней, Хиро, нужно быть. Гейт добил Хиро. Переполох там был, потому что... Видит Хиро, что классик на Ксилнаге стоит. Начинает Нексус Раскачево. Все ситуации абсолютно ровные сейчас будут, конечно. Тут ничего не скажешь. Иллюзия вперед летит, видит Хиро классика юнитов. Надо подсветить та иллюзия, получается. Либо идти на разведку. Так, на филт развел. На энергию Сентрей, короче, развел Хиро классика сейчас. Видит, что Твайлайт только-только заказан. То есть, блинка нет и не будет еще долгое время. А у Хиро уже робо-бейт. То есть, это будет дестабилизатор. Так, Джесс. Прем. Сейчас скину после этой игры в чатик пару премов. И если Джесса кончились, я ему тоже дам. Будет прикольная вообще тема делает. Я даже не знаю, что там, как он отшифрует. Какие-то кодировки там. Утвореченные коды. Еще ваше... Фастронт поддержал ваш канал на сумму 111 рублей и сообщает. Брюс Уиллис, вот это я понимаю. Вот это зачет, красавчик. Спасибо, Фастронт. Ну, Брюс Уиллису тут еще ему далеко до нас. Так, а финал у нас Бо-5. Блин, почему у нас Гэля Бо-5 финал? Надо Бо-7 делать. Такие крутые игры. Вот тут кто бегает. Такой. Сейчас лягушка будет квакать в этот... КВАК! КВАК! Лягушка! Хорошо, минус с антреосталкера и морталу дэмэдж. Лягушка квакает. Как? КВАКВА? КВАКВАК! Вот она какая лягушка. Сыбас! Погладься, видишь, он с тобой здоровается. Почему такая самая маклая? Голова висиху, а почему самая маклая? На улице был, гулял. Вот и мокрый. Ребят, 97.85. Хира в плюсе, хира в плюсе. Если хира затащит этого 5, это просто чудесный втаск просто будет. Я не знаю. И опять хира делает грейды, в отличие от класса, который вообще грейды не делает. Блин, чудовики жирные эти фениксы. Чудом уходят вообще. Так, ребят. Сейчас игру достримлю на секунду, потом отвлекусь, отойду. Вот. Я хотел, чтобы поесть что-нибудь принесли. Каскад против Team Liquid. Да, собирался стримить. Буду стримить, скорее всего. Ну, затишье какое-то. Прям непривычно даже для этого ПВП. Так. Понял тебя, Джесс. И скину я тебя влёгкую. Прям сейчас могу скинуть, как в паузе. Так. А мыло ты мне посылал. Ладно, я найду твое мыло там в отправленных. Вот. Разберусь. Ну, посмотрите. Классик делает супер-жёсткую землю. То есть Архона и Морталы. Плюс Феникс и у Хира пока нечем особо встретить это всё дело. У него буквально-то что у него есть вообще? У него два дестабилизатора. Они вообще не стрельнут. У него три колосса уже есть. Сейчас будет ещё больше колоссов. То есть филдами теоретически можно поделить. Здесь будет, да, как бы. И не только так. Потом-то бомбит. Рычаж, пошёл. Блин, ну тут демиджи, наверное, все улетели, чёрт убери. Так, 37-46. Парабам Хирмичку просел. Но это не страшно. Опа, архивы темпларов. Архончики будут сейчас. Архоны очень нужны на Тейлс. Три монет как нет? Вообще нет, что ли? Есть там. Просто не добавлен к турниру, не прикреплен. Эль да. Прикрепим. Сейчас. Так, здесь минус сталкера. Идёт вперёд, короче говоря. Классик, ребят. Нагло он как-то действует. Адеппад. 8 пробок. Опять Хира теряет. Сколько можно пробок терять уже? Не понимаю. Ну, Хира есть плюс 2, в отличие от классика. В очередной раз. То есть, как бы, классика есть в призму. Архоны в призму блинкаются, получается. Сейчас. Вот. Пошёл до аварфа штормовиков. Архончики сливаются. Три штуки. Колоссов уже 6. Ой, колоссов реально много. Так, Адеппад здесь у классика есть. Выходит Хира на логранд. Нужно ему лезть первому? Вообще, я вот не понимаю. Так, ну, дестабилизаторов классик поднял. Колоссы жгут, но они не жгут, как в Хоции, с такой силой, как раньше. Поэтому, как-то, Хиро-то здесь разваливается, ребят. Нахрен он сюда полез вообще, Хиро. Чё, тормоз, что ли, я не понимаю. Ты чё, тормоз, что ли, Хиро, хочется спросить. Дестабилиза... Уверчажа ставь! Что ты делаешь? Хиро не ставит. Уверчажек ни хрена не ставит. Вот же есть, Мазеркор. Ну, чё он демеджем просто атакует? Чё за бред происходит, Хиро? Какая чушь вообще. Демеджа не вносит вообще, короче. Нахрен туда вылез вообще, Хиро. Не понимаю. Там грелки какие-то пошли уже у классика. Четвёртый Никсус. Зачем он сюда спустился-то? Камни бы пробил-то нормально, а хоть спустился через узкий проход. Как, блин, тормоз, блин, какой-то, а? Ей-богу, блин, аж бесит прямо. Куда попёрся, Хиро? Не понимаю вообще. Сталкеры идут вперёд. Здесь сталкеры вообще с блинком. Нет, здесь вообще адепта. Только у классика, что самое интересное. Можно прийти. Хиро плюс три заказа. Тут плюс первая атака доделывается. Можно на плюс два выходить. Хорошо, Хиро. Феникса одного подрезает, второго пытается подрезать. Второго подрезал. Уходит один здесь остался. Ну, блинкался бы, Хиро, успевал бы. Вообще-то, молодцом бы был. Ну, Хиро никуда не блинкается. 82, 113. Опять начинается, короче, мутата. И опять, короче, Хиро придётся тащить из полной задницы, что называется. Классика и экономика лучше. Как-то вот, не знаю, классик, у него макро, вот он всё время впереди. Но Хиро умудряется переконтролить. Классик делает флитбикон, старгейт, ещё каррера, что ли. Ну, это раз классик плюс один сделал. Ну, Хиро плюс три опять же будет. То есть, как бы, нормально. С колоссом Хиро вперёд выдвигается с дестабилизаторами тремя штучками. Минус Апсевер. Не вижу, если в Мазаркор... Так, Мазаркор есть. Адепты и на четвёртую базу, на третью базу Хиро перелетают сейчас. 5, короче. Да что ты будешь делать? Вот, минус, ну, хотя призму сейчас. Откупил Хиро. Ну, призму сбил, нормально, более-менее. 7 пробок ещё, ладно, потерял, быстро восстановят. Плюс два у классика, плюс три у Хиро раньше будет, его по грейдам в плюсе, но нужно будет драться чётко, очень Хиро, грамотно. Классика опять Фениксов делает. Плюс два Эммортала у Хиро ещё, то есть он сталкер Эммортал. Надо Архонов-то добавлять, микс без Архонов здесь эти миксы вообще все не работают. Если одна пробка добывает один из газов на второй базе, это косяк, нужно отреагировать на это. Так, ну, микс здесь, конечно, у Хиро посерьёзнее, чем у классика. Это стопроцентный расклад. Так, дестабилизаторы залпа делают. Трёх классик поднял. Хорошо, как зашло. Вот дестабилизаторы, Хиро, сейчас таймвар пошёл. Ну, 143, а вот, короче, Хиро всё равно разваливается здесь. А всё потому, что кривейший выход-то сделку, это вообще мёртвый выход сделал Хиро. Просто классик зомби-тос, реально. Он идёт вперёд, он реально, у него просто чушь, как бы, здесь Аня. Грыгай, как же, пишет. Просто он идёт на оклике вперёд. Ну, хотя он поднимает дестабилизатор с другой стороны. Ну, Хиро сам винат, у него всё круто было. 2-0 на 0-0, как бы. Опять какой-то колосс вперёд прётся, опять колосс сливается в хламину просто. Зачем? Непонятно. Ну что, ждём финала. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, всё куплено. Да не, ничего не куплено. Сейчас, ребят, я вернусь к вам. Продолжение следует... 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 Ребят, да, прическа, да, шампунь минимум утратена, все четко, я микрофон забыл включить сейчас, секундочку. Улучшение завершено. Смерть на пороге. СМ готов. СМ готов. Чалик тут прилетел ряд, все, больше не отвлекаюсь, тут кипиш происходит просто. Ну и здесь, посмотрите, здесь, во-первых, пилоны у классика, во-вторых, у классика с торги делается, у новейшин, все стандартно, сможет он отбиться или нет, я хз даже. Одна депошечка точно минус, до реактора я, судя по всему, не достает кубу у верчаши. Оракул залетает на мейн, минка копается, но с противоположной стороны она копается. Кстати, адепта сейчас зайдет и минка жахнет по нему, нет ли новейшин не жахнул минкой, и что происходит? Четкий контроль, это навыщ, наверное, скажу. Еще один оверчаш, неужели не достает до этой депошечки? Достает, достает оверчаш. Классик начинает депух, он, кажется, выбивать. Все правильно сделал, как говорится. Мазерпур улетает, вторая минка выходит, весь периметр минками уже перекрыть сейчас будет. Ну, все, как бы, ничего не сделать. Слил классик, сейчас Мазерпурн, можно залетать, зато в этом направлении сейчас спокойно. Ну что, Оракул жестко, очень жестко, ножок второй. И этот залетает, тоже Марикас, жог сейчас. И еще одну КСМ, 15-24 про Обам, но проблема в чем? У классика нет. А где Марик? Кто где? Марик. Марик? Да. Здесь ходят, давай покажу. Давай. Вон они стоят, видишь? Вон, маленькие, стреляют с автоматов. Видео. А это Оракула, это и Феникс. Смотри, какой самолет с крыльями. Интересный он, видишь? Вместе с другими круглыми. Так, минус Оракул. Классик криво залетел здесь в наглую. Заходит Сулкра, похоже на 1-0, ребят. Спаси, скажи, а то соседи придут, тебя указывают, снизу. Да? Спаси, соседи придут? Не придут, разберемся с соседями. Так, что-то тут непонятно вообще. Ну, 31-43, еще 3 адепта заходят. Минки там, конечно, у инновейшена есть. Немножечко добыча на дальней базе, но не хватает. Ему не хватает здесь. Радостно, бегает. Ну, все, иди, одевайся. Оп, я вас сейчас провожу. Все, кота себе берешь, что ли? Машуль. 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 Да. Чё-то не вижу я быстрой руки. ТСМ готов! Нет, ещё не активировали, судя по всему. Омэн один, это ты. Нет, что Омэн один? Молодец. Он успел, а то, я думал, уже увели на другой канал. Ну что, классика 1-0, Павел. Чё-то классик сегодня в ударе, если честно. Забрил CG Hero, забривает уже Innovation, вот. Ну не всё же Innovation ушатать. Два лайфенга подряд тащил вообще-то вон. Сорсерер поддержал ваш канал на сумму 200 рублей и сообщает, от умиления аж два сотенчика вырвались. Спасибо, Сорсерер. Спасибо всем за поддержку. Маша, как обычно, помогает. Сорсерер. Ещё перепутано чё-то местами. Люди. Димис поддержал ваш канал на сумму 150 рублей и сообщает, ребёнку на сгущенку и конфеты. Перворождённые выстоят. Соляркин активировал премиум на ваш канал. Так, привет, Тазик Крови, спасибо тебе, Димис. Еще раз сейчас добавлю в поддержку, попрощался с Машей, пошли с бабушкой домой, а мама пошла, Даша жена моя, в магазин. Задержка 20 секунд, естественно, задержка ей. Спасибо громадное всем за поддержку, пацаны, в этом месяце пока по поддержке, вообще мертву. Вот, но просто и стримил я мало, да и ЧП, которое случилось с моими друзьями, с которыми я сидел, немножечко помешало, сбило планы, сбило темп стримов мой немного. Вот, и сегодня я не смог СГЛ с самого начала стартануть, потому что к следователю нужно было уехать, вот, попросили побыстрее, ну, сделали побыстрее. Ну, темп скоро усилится очень-очень, почему? Потому что начинается бой скоро ВЦА и ЕМ, там до хрена всего, а к концу месяца ГГГ года, там еще Нейшн Ворса, кстати, на которые тоже мне отказали в доступе в игру. Вот, ну, будем рестримить, что там делать еще, как бы, делать больше нечего. Выдвигается классик вперед, посмотрите. Боевого лимита одинаково примерно, но ошибка инновейшн, и ошибка многих жадных тиранов, это отсутствие бункера. Вот есть инбункер и все вообще. Так, в садик на Новый год, да, не знаю, что там в садике будет на Новый год, потому что Маша уже не ходит месяц, наверное, в садик, болела, а сейчас Даша пошла в отпуск, и решили отдохнуть, дать ребенку, как его нахрен, в садик, там, вот, 4 дня максимум отходили, и болезнь постоянная. Ну, вот, в кукольный театр, вроде как, пойдем перед Новым годом, там, какое-то представление. Спасибо тебе, Диммис, на конфеты и сгущенку. Тем патч с инновейшн, Мазерхурта хоть убьет, нет, ничего не убил вообще пока. Пытается отступить, отступает, 76-84 по лимиту, на второй базе сейчас проблема будет, очень серьезный микс здесь у оппонента инновейшн, инновейшн, классика, грелки. Ой, адепт сколько варфится сейчас. Здесь ревелейшн, он видит все прекрасно, короче, классика, если инновейшн улетит, он сразу же вперед пойдет. Заходят здесь грелки, проблема еще, знаете, в чем? В том, что щиты не готовы, сейчас щиты будут готовы. Так, выпиливаются пилон, ЦСФу надо вычинить, марики сверху стоят, снизу марик выбежал, так, снизу марик выбежал и выбил стазисную ловушку сейчас. Нужно здесь реагировать как-то. Еще один филд пошел, нужно спустить мариков вниз. Что делает на высшем? Первые викинги вали, это пошел замес, движуха пошла, так, классика телепорт домой делает, 21 пробку убил, ну правильно, наверное, телепортнулся, тут ловушки он был, но боятся марики, они злые, ребята, с плюс один, тут я даже хз, может классик. Ну если там не было энергии у Сент-3, а, ну тут да, смотрите, тут уже в тот момент и Гвардиана, судя по всему, даже не было, без Гвардиана, да, там все плохо. Сейчас призма у классика будет готова, плюс гейтов, две штучки он добавил, то есть уже не 5, а 7 гейтов, но это будет продолжение прессинга. Можно твойлайт было бы добавить для Глев, конечно, попытаться, но нет варианта, просто нет экономики. Все, что нужно и на Вышну, сейчас раз-два бункера, ту речку одну здесь запилить, с Вычинкой он просто в легкую отобьется, ну и минки как бы тоже, кстати, решают здесь неслабо. Так, сейчас Диме задобавить надо бы. Так, здесь и на Вышну пытается раскатить все с минками, отступает на ХГ просто. Минок уже 6 штук просто, это реально дофига минок. Так, скан минус аптеррер, залпы от минок пошли, минки выбить классик не может пока. Викинги все грелки минус нули сейчас, минки жестко по адептам жахают, ХСМки выводятся, нужно покусить. Здесь викингов пытаются покусить классик, сейчас викинги по сталкерам, когда начнут стребать, это будет больно, очень больно. 65-95, неужели 2-0? Похоже на то, что 2-0 здесь, да, намечается. И на Вышну пишет ГГ, 2-0 классик, неужели прям так 3-0 изи вообще будет? Моджик, ну да, дочка, как ты видишь. Спасибо, короче, ребят, всем за поддержку большую, очень-очень приятно поддерживать, конечно, меня и мой канал, без этого никак. Ну а я буду стараться стримить побольше. Ждем инвайт на третью игру. Ждем инвайт на третью игру. Марбет поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает, в поддержку Сергея Зверева и его друзей. Спасибо, Марбет. Нец активировал премиум на ваш канал. Ну, Нец оказался резким парнем. В общем, ребят, сегодня еще будет клан Варб, чуть позже. Каскад против Тим Ликвида, между прочим, наши будут биться. Через сколько он будет? О, 50 минут осталось, фигня вообще. Ну, Варди здесь как бы стримит, поэтому все окей. Тим Ликвид против Каскады и Миллениум против Инвейжн и Спорт сегодня будет. Еще пошел прем. Нечаянно активировал премиум на ваш канал. Блин, че, одновременно что ли? ТСМ готов! ТСМ готов! Так, Джонни Сэк, ты тоже пока притормози немножечко. А то, че-то ты набомбил много. Пацаны не успеют заактивировать. Так, как достал этот классик! Посмотрите, он опять делает просто прокси какую-то хрень. Да что ж ты будешь делать? Вот, да не за что, Джонни Сэк, ты просто реально быстрая рука. Ты топ быстрых рук, как и Фил Шмара просто. Ну а пацаны, да там еще много будет, как бы. Вот, дай пока другим, потом, если у тебя не пять, просто до пяти догоняй, как бы потом, в будущем, в будущем. Еще конкурсы будут, еще будем и скидывать. Много еще премиумов осталось, как бы будем активировать. Ну, за поддержку отдельное всем спасибо, братва. Спасибо, что смотрите, что тут говорить. Спасибо, Sounds Bird. На SK2TV кому-нибудь надо премиум, кстати говоря. Кто там в чатике сидит, кто-нибудь сейчас. Активные есть, а то вчера кинул один, увели на другой канал. Я решил, что пока не надо больше. Так, Stargate готов, ребят. У инновейшна бараки. И факта, то есть труп марика будет, получается. Все, пилон пошел от... Ну, в этот раз так, доделывается, успевается цеха. Марики выходят, стимпакт даже не пытается инновейшн пока заказать. И не надо, правильно? Здесь минку имеет смысл, причем, заказать в этом... Ну, в этой факте, да. Минка заказана. 2 плюс марика. Вот сейчас 5 марика будет. Арахул врывается. Надо гнать его вон отсюда. Арахула-то этого. Что инновейшна пытается сделать? 4, 5. Марик по очереди подходит. Что ты будешь делать-то, а? Как так инновейшн криво за контроль? Это не понимаю. Минка есть. Минка сейчас будет, через несколько секунд готова. Не успевает. Инновейшн очень депошку. Косяк безусловно, ничего не скажет. Минку надо минеральную линию сейчас накопать. Просто инновейшн, и все будет нормально в итоге. Что сегодня будет еще? Тоже, кстати, много премиумов. Уже подрезал. Бах! Минус Аракул. Марики сейчас выют. 27-33. Парабам. Пытается ксмками тут отбиться и на выч. Ну, ксмками отбиться от адептов, ребят. Это тяжелая задача. Еще один Аракул прилетает. Как они достали, это похоже на 3-0 уже. Теперь уже точно на 3-0 все очень похоже. В наглую просто жгет инновейшн сейчас оппонент его. Ну, 2-3, правда. 2-3, инновейшн просканил. Так, что за процессор собираться покупать? Пока, как ты видишь, на процессор и близко нету просто ресурсов. Ну, а так, как бы, либо после Нового года ГНДш на этот выйдет, либо какой-то из i7. Я не знаю, какой, как бы, сколько будет финансов. Посмотрим. Пока как-то, ну, до процессора еще просто как до луны пешком. Ну, еще месяц не кончается, еще стримов много будет, ребят, поэтому приходите, смотрите. Продолжение следует. Так, стоп-стар делаю без задержки, сейчас вернусь. Продолжение следует. Продолжение следует...